Анастасия Кисель Молодежного форума, да? Расскажите, пожалуйста, как это было? Он был в Сочи, вы недавно оттуда вернулись. Какие эмоции? Да, все верно. Всемирный фестиваль молодежи проходил в городе Сочи, возле самого моря. Это особо придавало такую атмосферу, потому что многие из ребят мечтали вот выйти на эту набережную, вдохнуть этот морской бриз. И скажу честно, что атмосфера была невероятная, потому что собралась молодежь со всех уголков нашей планеты. И, конечно, здорово, что в такие моменты ты понимаешь, что вас много, вы все едины, у вас в чем-то очень схожие интересы, культуры, какие-то понятия, вам есть о чем поговорить. И, безусловно, было приятно пообщаться с людьми из стран, где говорят на русском языке, но особое приятное было удивление, когда ты понимаешь, что ты можешь пообщаться с людьми на английском языке. Ну, вот кажется, что такой банальный вопрос, но на самом деле это очень круто, когда тебя окружают люди вот с разных стран, континентов, и вы со всеми можете найти этот общий язык. И поэтому меня действительно переполняют эти эмоции до сих пор. Также я веду свои социальные сети, но меня настолько все это переполнило, что я очень долгое время не могла собраться и написать все-таки пост о том, как это все прошло. Потому что вот когда у тебя есть вот эти эмоции, ты хочешь максимально их выложить вот в этот текст, передать это людям, рассказать, как это было, но скажу, что это невозможно. Потому что то, что вот мы увидели за это время, настолько заставляет тебя что-то переосмыслить, что-то подумать о том, как вот нужно работать для того, чтобы эта международная коммуникация с каждым днем только налаживалась. Потому что на самом деле молодежь — это очень большая мощь и сила, которая может творить невероятные проекты, которая действительно может управлять, созидать, создавать и творить. И когда ты общаешься с людьми, слушаешь вот эти идеи, они все настолько креативные, ты понимаешь, что у тебя также есть идеи, которыми ты готов поделиться, и уже прям сегодня хочется все реализовать. И поэтому на самом деле фестиваль молодежи — это площадка, которая способствует налаживанию достаточно мощных связей межгосударственных. Расскажите, молодые люди, все, кто туда поехал, они активные, они инициативные. Расскажите, какие они и что объединяет вот всю эту молодежь? Это люди, у которых горят глаза, открыта душа к новым знакомствам, к общению. Вот ты проходишь просто по улочкам, все говорят «хеллоу, привет! Давайте общаться! Пойдемте туда!» На все мероприятия мы ходили вместе. Особенно там, конечно, были очень большие очереди, потому что увидеть звезд хотелось каждому, но каждый вот в этой очереди готов просто был с тобой пообщаться. Вот мы стояли где-то полтора-два часа, и это время просто оно не замечалось, потому что мы действительно очень много общались. Мы узнавали даже, мы пообщались с преподавателем самого университета Сириуса, то есть там где-то все проходило. Мы узнали настолько много всего нового, что просто вот приехали и понимаем, что ого, а вот до этого момента мы такого даже представить не могли, что где-то в Сочи есть какой-то университет, в котором сначала обучение вообще идет со школьных классов, там учатся дети, приезжают туда с родителями, учатся с первого класса, затем у них колледж и университет. Кто об этом мог бы подумать? Потому что я, например, об этом не знала, а тут нам даже рассказывали, как попасть в этот университет. Понятно, конечно, вопрос соблазнительный, но Купаловский университет я не предам, всем сердцем люблю, и поэтому я, конечно, безумно счастлива, что именно наш университет предоставил нашим ребятам такую большую возможность. Эта возможность, она никогда не забудется, потому что, конечно, хочется попасть еще раз на этот фестиваль по возрасту, я понимаю, что подойду в следующий раз, но в любом случае на таком фестивале побывать это очень круто. Вернемся к Купаловскому университету, в котором вы когда-то решили, что будете принимать участие в проекте большом, масштабном и очень престижном Студент года. Когда это было, как это произошло, как эта идея появилась в голове вообще? Когда это было? Это было в девятом классе, наверное. То есть мне будущий научный руководитель рассказала о том, что состоится такой проект, он проходит в университете каждый год, есть возможность принять участие, попробовать свои силы. Мне почему-то сразу говорили про республиканский уровень, я такая, какой республиканский уровень? Подождите, сначала нужно поступить, первый курс дать сессию, а потом уже вот это все. Но как-то время прошло очень быстро, я не знаю, как так произошло, я просто моргнула, и тут уже второй курс. И так сказать, здравствуйте, Студент года вас ждет. Я такая, может, не надо участвовать, это же невозможно, как можно выиграть в таком большом конкурсе. Я просто всегда, когда участвую в конкурсах, я сразу взвешиваю все за и против, потому что для меня очень важно, чтобы был вот этот потенциал, была возможность выиграть, а иначе для чего участвовать. Результат. Да, для меня очень важен результат. И даже ректор нашего университета не раз говорил о том, что если вы участвуете, значит, вы должны сделать все, чтобы победить. То есть я понимала, что в данном случае у меня есть все шансы, потому что в первую очередь оценивается креативность и многосторонние студенты, потому что это учеба, это средний балл сессии, это научные публикации, это творчество, ораторство, и это абсолютно все. Даже хореография. То есть каждый студент должен был уметь дефилировать и танцевать. Насколько это не кажется таким непонятным, потому что в любом случае это же конкурс не мисс и мистер, это конкурс студент года, но тем не менее студент должен быть как алмазик, такой многогранный. И мне очень понравилось, что в этом конкурсе можно было проявить себя просто во всех своих сферах. А какова была поддержка? Ну вот вы приняли это решение, что будете участвовать, но вы же были не одна в этом. Поддержка была невероятная. Это моя семья, это театр юморов «Канган», в котором я работаю, это университет, это моя группа, девчонки, которые со мной танцевали. И на самом деле даже преподаватели вот на протяжении всей вот этой подготовки подходили, говорили, Настя, мы в тебя верим, давай, все будет хорошо. Конечно, с одной стороны, мне от этого было страшно, ну потому что такие надежды возлагаются. Я думаю, божечки, не дай бог их не оправдать. Я максимально старалась, а уже когда приехала в Минск, стало гораздо сложнее, я сразу скажу, потому что в университете стены греют, дома родители, родная площадка, да, репетируешь ты на своей базе, в своем коллективе, с людьми, которые тебя окружают, это вот директор театра юмора «Канган» Саша, и он помогал, и рядом все были, то есть была идеальная атмосфера для того, чтобы собраться и сделать все возможное. Тут ты приезжаешь в Минск, живешь с конкурентами, кстати, конкуренции не было ощутимо в Минске, поэтому там уже было по-другому немножко, мы даже вот созванивались с близкими, и я понимала, что у меня постепенно вот этот огонечек угасает, потому что мне становилось очень страшно, из-за того, что я понимаю, насколько мощные ребята меня окружают, это ребята, у которых действительно большой потенциал для того, чтобы стать победителем этого конкурса, и если честно, вот у нас даже не было конкуренции из-за того, что мы просто не понимали, кто может выиграть, мы же узнали свои номера, вот номера конкурентов, буквально за день до конкурса, на генеральной репетиции, то есть все это время мы снимали промо-ролики, мы готовили хореографические выходы, готовили дефиле, но мы не видели номера, то есть мы не могли оценить своих конкурентов, поэтому и такого накала не было, то есть накал был только у себя внутри, вот это вот переживание постоянное, потому что ты понимаешь, что сейчас вот это тот самый финальный этап конкурса, когда нужно собраться и показать максимальный результат. Как справились с напряжением? Его же было много. Я привыкла уже. С самого раннего детства я выступаю на сцене, участвую в таких достаточно серьезных проектах, поэтому я просто уже понимаю, что как только вот дело подходит к этой финишной прямой, нужно собраться, сделать, и сделать это на самом высоком уровне. Как прошло все в Минске? Сколько вы там находились? Какой номер готовили? Расскажите. Две недели мы примерно готовили, с ним большим перерывом возвращались домой для того, чтобы еще раз проработать все, так сказать, домашние задания. Это творческий номер, это ораторский, визитка и презентация проекта. То есть мы возвращались, мы сначала приехали в Минск, подготовили какие-то отдельные вот части дефиле, хореографических выходов и вернулись в Гродно, ну каждый вернулся в свой город, и для того, чтобы подготовиться вот к этому этапу, потому что, вот как я уже сказала, генеральная репетиция вот была за день до конкурса. То есть все вот эти этапы нужно было прорепетировать дома, в своих городах. И номер мой заключался, конечно, вот в главной теме прошлого года, это единение белорусского народа, это был невероятный номер, девочки с светящимися крыльями. Это была песня Полины Гагариной, которую мы сделали на свой лад. Мы пели о том, что только в единстве сила, что для того, чтобы добиться процветания нашей страны, необходимо быть всем вместе. И я думаю, что именно эту идею мы смогли передать нашим зрителям. Сколько ребят с тобой поехали в Минск? Какова была эта группа поддержки? Ты же была не одна. Ой, какой вопрос. А я в цифрах не скажу сейчас. Так. Я думаю, это было чуть-чуть больше, чем 20 человек. Ничего себе. Ну, конечно, это была моя команда, это была моя группа поддержки в плане ребят, которые со мной выступали на сцене, помогали с реквизитом. Также это были мои друзья, семья, близкие люди. Ну и самый главный гость, которого я безумно ждала, это Ирина Федоровна Китурка, которая приехала в Минск меня поддержать. Она была на протяжении всего выступления, всех конкурсных испытаний, она сидела в зале. И когда я увидела в конце, что она рядом, мне стало безумно приятно. Для меня вот поддержка была невероятна. Этот конкурс, что он дал вам, что вынесли из него? Невероятный старт для будущего развития. На данный момент я являюсь кандидатом в делегаты Всебелорусского народного собрания. И сегодня я уже понимаю, что этот конкурс действительно открывает дверь. для талантливой молодежи. Потому что сейчас вокруг меня очень много проектов, в которых я участвую. Также я развиваюсь со своим личным проектом, потому что не секрет, что на данный момент готовятся мои личные авторские песни. Я думаю, в будущем мы будем их выпускать, снимать клипы, будем развиваться. Поэтому этот конкурс это действительно мощный стимул. для ребят, которые не стали победителями. Это тоже стимул? Я уверена, что да, потому что я смотрю часто телевидение и очень-очень часто вижу, как они мелькают на различных проектах, в различных телепередачах. Поэтому я думаю, что для каждого этот проект стал вот таким толчком в будущее. Ребята, которые только думают поступать в Купаловский университет или в любой другой вуз нашей страны и точно так же хотят выделяться, что им нужно знать, что им нужно уметь. Им нужно знать то, что нельзя бояться абсолютно ничего, потому что в нашем университете настолько поддерживают вот эти таланты, что просто остаться в стороне где-то вот в очме нельзя, ни в коем случае. Нужно сиять, нужно везде показывать себя, рассказывать о том, что ты умеешь, что ты хочешь, чему ты хочешь научиться. Это очень важно, потому что я понимаю, что действительно у нас университет, вот как говорит Ирина Федоровна, ваших возможностей, наших, студенческих, потому что студенчество это именно тот период, когда ты можешь проявить себя абсолютно во всех сферах своей жизни. Это и творчество, это общественная деятельность, спорт, это учеба, которую мы, конечно же, в первую очередь должны воспринимать, потому что все-таки по окончании мы станем специалистами, которые в будущем во взрослой жизни уже будут работать и приносить пользу нашему народу. Поэтому мы должны понимать то, что в студенческое время, конечно, где-то можно исхалтурить, но где-то нужно именно поднапрячься, проявить себя и показать то, что ты умеешь, что ты можешь и что ты хочешь показать свой талант всем. Каким у вас этот был путь совмещения творчества и учебы? очень сложный. Я понимаю, что совмещать на 100% невозможно. То есть мы всегда чему-то отдаем приоритет. Приоритет мы отдаем, взвешивая свои определенные за и против. То есть мы понимаем, что вот если мы сегодня выбираем репетицию, а не пару, то потом, придя домой, мы должны будем это все отработать, выучить, сделать, где-то доздать. И если именно работать в таком варианте, то есть где-то вот мы даем слабинку, а потом мы эту слабинку восстанавливаем, тогда все будет хорошо. Но если выбирать какое-то определенное направление, например, я буду развиваться в творчестве, а учеба, ну как Бог даст, то так дело не пойдет. Потому что все-таки творчество это хорошо, но учеба на первом месте. Какие грани в вашей жизни сегодня присутствуют? Это творчество как танец, это творчество как песня, это творчество как театр, это учеба, это, возможно, какая-то профессиональная реализация? Вот вы и ответили на мой вопрос. На самом деле я стараюсь совмещать вот это все, что вы перечислили в себе, и стараюсь это делать максимально профессионально. Для меня это очень важно. Потому что вот эти все грани, их совмещать, конечно, можно. Но всегда, вот как я уже сказала чуть-чуть раньше, всегда где-то что-то вот в какой-то определенный момент жизни выстреливает. Где-то вот на данный момент после фестиваля я стараюсь восстановить вот эту учебную деятельность, потому что все-таки фестиваль две недели длился. И на данный момент нужно понимать, что учеба, учеба, она здесь рядышком. Она прям мне стучится вокруг, говорит, Настя, практически, Настя, лабораторный, делай. И вот я стараюсь это восстановить. Конечно, очень хочется мне лично восстановить учебную деятельность, научную, научно-исследовательскую, потому что статьи также ждут меня, курсовая работа, и вот это все, оно в комплексе дает хороший результат. Поэтому я уже привыкла это совмещать, вот эти все грани, и театр, вокал, хореография, учеба, научная деятельность. И я максимально получаю от этого удовольствия. Мне часто спрашивают вопрос, задают вопрос, какое у меня хобби? Я вот когда слышу этот вопрос, я думаю, а что ответить? Что делать, если твоя работа это твое хобби, твое увлечение, твой вообще смысл жизни? То есть я даже понимаю, что вот это все, чем я занимаюсь, оно дает мне силу и вдохновение. Получается, у меня такой вечный двигатель. То есть мои увлечения являются моей работой, являются моим вдохновением. То есть все вот это, оно взаимосвязано. Поэтому мои увлечения, они очень многогранные, и я очень счастлива, что вот у меня есть возможность развиваться в каждой из сфер своей деятельности. Это, конечно, круто, но сфер много, а времени мало. В сутках всего 24 часа больше не придумали. Как успевать все? Как успевать? Хороший тайм-менеджмент, который я еще не умею, не умею пользоваться этим. Ну, на самом деле, чтобы все успевать, достаточно планировать свой день по часам. Кажется, что скучно, но это работает. То есть, брать листочек, 13.00, у меня обед. 13.00. Так, вот это сразу убираем. Подождите, вот это вот обед, вот это мы уберем из этого графика. Давайте сразу времени тратить. 5 минут, это как-то изменится. Смотрите, у нас всегда есть физнагрузка. Мы идем от корпуса с Октябрьской на Ажешко. Вот за это время можно поесть. Ну, прекрасно, на ходу. Отлично. Так это круто. Это, знаете, уже вот не тратишь время на лишнее. Ладно, если серьезно, то я уже говорила, что мы всегда отдаем чему-то приоритет. Например, на выходных это больше творчество, среди недели это творчество плюс учеба, где-то вот под конец недели это почему-то научная сфера деятельности. То есть, просто, наверное, как-то ты уже привык это планировать. Лично я не веду никакие дневники. Единственное, что вот какие-то такие вот прям важные мероприятия, там, например, где-то нужно отработать, где-то нужно выступить. Вот это я все записываю себе в заметки. А так я не веду планера. Я не знаю, у меня в голове уже. Я почему-то решила, что таким способом я буду развивать свою память. О, неплохо. Хорошее решение. То есть, я вот все держу в голове, но обычно пока ничего не вылетало, все есть. Вот не было такого, что Алло, Анастасия, здравствуйте, вы помните, что сегодня... Нет. Что сегодня? Я сплю вообще-то. Нет. Ну, то есть, все, в принципе, хорошо. То есть, главное это понимать то, что сегодня на первом месте для тебя. И как-то до конкурса я брала на себя всего много да побольше. После конкурса уже стала фильтровать. Потому что где-то я понимаю, что я не вывезу. Морально. Физически можно вывезти все. Организм человека очень крутой, я вам скажу. Исходя из подготовительного этапа конкурса, человеческий организм может вынести все. А вот уже как ты себя будешь ощущать морально, мы должны все-таки этому отдавать предпочтение в первую очередь. Кстати, вот об этом. После конкурса. Как вообще сейчас живет студент года 2023? Это интервью, это статьи в газетах, это... Может, кто-то узнает? Да, я узнает, это точно, потому что мне как-то даже задавали вопрос, а это вы? Я такая, да, это я. Но мне так неловко в этот момент, даже вот когда объявляют, я так смущаюсь всегда. Я не знаю, почему, потому что все-таки, ну, я понимаю, что как бы все равны, и не должно быть вот этого выпячивания, потому что вот это мое достижение. Другой человек лучше будет в какой-то другой среде, в другой сфере, и я всегда настолько восхищаюсь достижениями, победами других людей, что для меня как-то моя победа, она вот, я говорю, просто я воспринимаю как вот эта ступенечка к чему-то большему. Поэтому, на самом деле, это очень приятно, что труд был замечен и оценен на самом высшем уровне, ну, и, конечно, хочется, чтобы это вот давало свои плоды, это определенно. Какие следующие проекты на очереди? Проекты? Проектов много. Которых хотелось бы принять участие, да. Принять участие, не знаю, но много проектов, которые я уже готова сама организовывать, то есть, мне больше сейчас интересна вот эта организаторская деятельность. В первую очередь, это вот 22 апреля состоится театральный фестиваль, которым организатором, одним из организаторов, которого я являюсь, поэтому вот у нас будут команды, вот театральные коллективы, которые примут участие. Это все будет при поддержке театра «Юмора Канкан», Центра культуры, а также Белорусского Республиканского Союза молодежи. Это наш общий проект, мы над этим работаем. Также вот я говорю, что немаловажную часть своей жизни вот сейчас лично я посвящаю подготовке к Всебелорусскому Народному Собранию, потому что все-таки это ответственность, прежде всего, которую на меня возложил Гродненский регион, и к этому моменту нужно отнестись максимально сконцентрировано, подготовлено, потому что это уже совершенно другой уровень, это общественно-политическая деятельность, и нужно понимать, что это действительно большая честь, возможность, и нужно к этому относиться серьезно. Но, может быть, вы бы хотели какие-то конкретные вопросы поднять на Всебелорусском Народном Собрании, касаемо молодежи, допустим? Конечно, в первую очередь мы представляем молодежь Гродненщины, поэтому это будут вопросы, именно которые будут основаны на потребностях, запросах молодежи. Но, что касаемо себя, это, конечно, все-таки продвижение личного бренда, как минимум в социальных сетях, так и на сценической площадке, потому что все-таки с детства была мечта выступать. Я выступаю, но уже хочется это делать более на профессиональном уровне, я сейчас говорю про свой авторский проект, про авторские песни. Хорошо, что у меня получается, сейчас есть вдохновение, и вот с аранжировщиком мы сейчас над этим работаем, поэтому я думаю, что вскоре мы порадуем радио новыми песнями. Настя, я желаю вам удачи, я думаю, что это наша с вами не последняя встреча в этой студии, ждем вас с новыми проектами и новыми победами. Удачи! Спасибо вам большое, до свидания! До свидания!